Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже появилась имба, любимая всеми, М60. Огромное количество статистов прутся от данной тачки, огромное количество ютуберов любят ее покатать на своих стримах. И не просто так, потому что машина действительно интересная, не о чем спорить. Единственное что, ребят, предложение исключительно за реальные деньги, за голду, приобрести вы себе данное предложение не сможете. Связано это, в первую очередь, с тем, что в состав данного набора входят киткоины, а как все мы уже привыкли за последнее время, все, что имеет в себе в наборе киткоины, только за реальное бабло. 35 долларов просят за вот такой вот наборчик, и я считаю, что это ценник довольно-таки высокий. Но, с другой стороны, здесь у нас есть М60, у нас есть новый легендарный внешний вид для данной машины. Довольно классно выглядит тачка, действительно красиво, вопросов не имею абсолютно никаких. Ну и что касается всего остального, то тоже довольно годно. Если не брать в учет вот этот анимированный аватарчик, то мы имеем целых 25 сертификатов Х5 на М60, что существенно поднимет ваши копилки, и вы действительно круто прокачаете свой элитный опыт экипажа. Практически 7 тысяч киткоинов, есть открытое все оборудование, а это более 3,5 миллионов серебра экономии. И еще, ребят, помимо всего остального, если вы сделаете 25 побед на М60 за отведенное время в 3 дня, то вы получаете целых 5. 5, ребят, контейнеров, собери их все, откуда можете чего-нибудь тоже достать. И плюс к тому, ребят, вы имеете 5 дней прем-аккаунта. Короче говоря, в целом набор годный. Что касается ценника, то вопрос в размере вашего кармана. Что же касается М60. Первое, на что стоит обратить внимание, на орудие, которое в целом очень комфортное, очень приятное, действительно добротное, ребят. Но, давайте будем говорить от обратного. Броня машины выглядит вот таким вот образом. И если она вот в прямой проекции где-то как-то что-то неплохо танкует от башни, ком башня страдальческая, и в корпусе особо похвастаться нечем. И это практически полная копия проходного М48 Паттон. Как вы видите, практически все то же самое. Единственное, что есть разница в отношении формы брони по корпусу, но не более того. По большому счету, здесь цифры все те же самые. А вот что касается сравнения орудий, ребят, то здесь очень-очень все страшно. Почему страшно? Потому что это тупо два одинаковых ствола на двух машинах. Вот такой вот парадокс. Ничем один ствол не отличается от другого. Поэтому если вы играли на М48 Паттон, или он у вас открыт, то будьте готовы к тому, что машина вам не принесет абсолютно никаких новых ощущений. Да, бодрее сведения, вопросов нет. Подвижность типа немножко лучше, но я разницы абсолютно никакой не ощутил или не ощущаю. Доходность 81%. Получается, что как это, ни вашим, ни нашим? То есть даже пофармить особо не получается? Да, ребят, пофармить особо не получится. Ну а что касается процента по победам, то тоже не намного выше, чем у проходной версии данной машины. За что его все любят так? За что его все целуют в ствол, при этом забывая про М48? Я, честно говоря, понять не могу. Давайте будем разбираться вместе. Единственное, что для этого нам надо с вами переброситься на Wargaming Game Center. Потому что я сейчас смотрю предложения со стима, именно таким образом я могу видеть предложения за реальные деньги. Сейчас перейдем на аккаунт на Wargaming Game Center и обязательно покатаем М60. Итак, друзья мои, перепрыгнули мы на Wargaming Game Center. Через стим играть практически невозможно, очень сильно тормозит. Перед тем, как запрыгнем в бой на М60, давайте обратим внимание на сравнение машин конкретно в самой игре. Так вот, если здесь вы будете сравнивать орудия, то вы обратите внимание, что те же самые 350 единиц урона, что и у М48. То же самое время перезарядки 6.06 и тот же самый 1 в 1 ДП. Но факт остается фактом, что на М60 комфортнее играть, потому что у него угол склонения орудия минус 10, а не минус 8. И у него время сведения 2.7, а не 2.9. Хотя оборудование, амуниция, все это установлено, ну, тупо одинаково. Сейчас перейдем на М48, просто для того, чтобы не голословить. Вот вам, пожалуйста, 2.9 время сведения и угол склонения орудия вниз минус 8, а не минус 10, как у М60. И это действительно классно, это действительно приятно. Что же касается пробития по машинам, то опять-таки возвращаемся к М60 пробитием 255, 300 и 53. Переходим на М48, смотрим, что у нас здесь. И здесь мы видим те же самые цифры 255, 300, 53. Короче говоря, разница между проходной версией и премиумной машиной, если касательно орудия, то конкретно в углу склонения вниз и во времени сведения. И это действительно гораздо комфортнее, чем у проходной версии. Но во всем остальном орудия тупо то же самое. Что касается подвижности, как вы помните, разница всего, по-моему, в 2 километра и она вообще не ощутима. И здесь у нас становится ребром самый главный, самый важный и самый сложный, наверное, вопрос. А какой смысл приобретать себе М60, если он имеет тот же самый геймплей, он не принесет вам ничего нового, ничего удивительного, если у вас есть М48 паттерн. Он не принесет вам какой-то повышенной доходности, потому что по доходности он на уровне плинтуса лежит. У него нет повышенной доходности, ну вот просто нет. У него то же самое орудие, да, пускай более комфортное в отношении склонения орудия вниз и в отношении времени сведения, но это в принципе все. А вот какой правильный ответ на этот вопрос, пишите обязательно в комментариях, потому что я на этот вопрос в данном конкретном случае ответить затрудняюсь. Такс. Давайте попытаемся реализовать неплохую скорострельность, неплохую точность и забегая наперед. Да, действительно, у М60, ровно как и у 48 паттерна, действительно очень комфортное в отношении точности орудия. На дальних расстояниях ты чувствуешь себя крайне комфортно, все очень удобно. Короче говоря, выцеливаешь слабые зоны абсолютно спокойно. То, что я сейчас Т-92 не пробил, это была больше нелепая случайность, чем закономерность данного орудия. Ну давай, К-91, спугни его. Спасибо тебе большое. Парень понял, что в принципе ловить ему здесь нечего, со своим конским временем перезарядки и решил отсюда спетлять. В принципе, я бы делал, наверное, то же самое. Потому что отстаиваться дальше смысла абсолютно никакого нет. Бодро сводится, точно бьет, больно кусает. Это все про М60. Мне лично нравится на нем играть. Я не могу сказать, что я прям балдею от него, или что я там от него тащусь, как многие. И я готов там с пеной у рта рассказывать по поводу того, что это чуть ли не самый лучший выбор для танкиста. Но он классный. Ребят, он действительно классный, он действительно удобный, он действительно результативный. И он, главное, приятный. На нем действительно приятно ездить. Почему приятно ездить? Потому что у него нет существенных дисбалансов. У него нет какой-то завышенной альфы, за которую ты страдаешь, не знаю, там, допустим, временем перезарядки, точностью или еще чем-то, да? Ты просто ездишь на очень хорошо сбалансированной машине. В этом ему однозначный лайкос можно ставить прям сразу в лоб. Так, давай. Обменяемся с тобой любезностями. Сейчас, брат, подожди секунду. Не убегай, не убегай, засранец. Ты мне нужен, ты нужен мне в копилку. Есть. А вот теперь отходим и уходим. Немножечко схорониться. Схитрим чутка. Все. Теперь можно ехать дальше поддерживать наших ребят. Своё дело мы сделали. Сделали 4 фрага. Это очень классно, мне кажется. Главное, что я получил сейчас массу, массу позитивных эмоций. Это действительно то, за что в нашей игре стоит платить. А там уже чем платить, кто чем может. Кто голдой, кто серебром, кто свободным опытом, ну а кто реальными деньгами. У каждого свои возможности. Я никого не агитирую. Я просто констатирую факт, что играть на М60 действительно практически в каждом бою одно удовольствие. Это реальный факт. Что касается доходности машины. Я не рассчитываю сейчас увидеть какую-то крутую цифру. И не понимаю, почему мне в тупую не показывают мои результаты. Что происходит? Как так? Каким образом показывать людям обзоры на машины? ВГ, вы слышите меня? Алло! Сделайте что-нибудь. Я вас очень сильно прошу. Потому что вот так вот это не дело абсолютно. Ладно. Ребят, просто поверьте мне на слово, что каких там больших цифр по серебру вы получать на нем не будете. Будете получать на нем однозначно удовольствие от боев. Но, а все остальное, я имею ввиду принятие решения покупать или не покупать за реальные деньги данного малыша. Здесь это все я оставляю все-таки уже на ваше усмотрение. И груз ответственности на ваших плечах. Был бы он за голду, мне было бы проще говорить вам по поводу того, стоит или не стоит разбивать свою золотую копилку ради этой машины. Ну, просто потому что вы голду-то можете получать не только благодаря тому, что реальные деньги в игру вкладываете, а еще и разными другими бесплатными способами. А здесь вопрос все-таки стоит по поводу реальных денег. Уж тут определяйтесь самостоятельно. Мое дело показать машину такой, какая она есть на самом деле руками среднестатистического танкиста. Если вы за честность, если вам нравится то, что вы видите на экранах, обязательно поддерживайте канал всеми возможными способами. Как минимум подпишитесь, пожалуйста, на каналчик, поставьте лайк, напишите комментарий, прожмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я стараюсь специально для вас и побежал снимать следующий видосик. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.